МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы вернёмся в историю шкафа и продолжим наше путешествие с эпохи Возрождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно тогда, вместе с другими крутыми переменами в жизни Европы, также появились кабинеты, как бы два шкафа, поставленных один на другой. Предназначались они для хранения письменных принадлежностей, ценных бумаг и писем. Кабинеты богато украшали инкрустациями из слоновой кости, перламутра, панциря-черепахи и даже из драгоценных камней. Это было главным ноу-хау техники марки-3. Но самым модным и высоко ценившимся видом мебели кабинет стал в 17 веке. Им обставляли свои дворцы все монархи Европы, а вслед за ними и аристократия. Эти шкафы, обычно очень большие, ставили в отдельные комнаты, которые, собственно, и называли кабинетами. Впоследствии это слово стали применять комнатам для деловых занятий. Одежда попала в шкафы уже в средние века. Правда, тогда она лишь раскладывалась по полочкам. Повисла она в шкафах только в 18 веке. Такого рода платяной шкаф, изобретенный в Англии, получил французское название гардероб, то есть хранилище одежды, гардероб. Еще одно превращение сундука состоялось в самом начале 18 века. В результате появился невысокий шкафчик с выдвижными ящичками. Путевку в жизнь новому устройству дал гениальный французский мебельщик Андре Шарль Буль, придворный чернодеревщик короля Людовика XIV. Этот новый шкафчик Буль назвал регенским, в честь принца Филиппа Орлеанского, опекавшего малолетнего короля Людовика XV. Стиль регенз стал символом изысканности и рафинированности. Кстати, это значение сохранило прилагательное регенз и в современном французском языке. Однако вскоре этот элегантный шкафчик получил название комода от французского коммод, удобный. Комоды становятся баловнями судьбы XVIII века. Мебельщики стараются вложить в них самые элегантные и изысканные формы. Так, например, комоды, рожденные в мастерской другого выдающегося французского мебельщика Шарля Крессана, были прозваны танцующими. Галантная эпоха требовала изящества и грации также от мебели. Существовали и весьма экзотические, правда, утраченные ныне по своей функции шкафы. Так, например, известны голландские шкафы со встроенной кроватью, на которой спали в полусидячем положении. Вообще на спанье сидя существовала даже известная мода в Европе XVI-XVII веков. Весьма солидные и влиятельные люди того времени предпочитали делать то, что ныне уместно лишь детям, а также всяким взрослым бедолагам. Именно в таком шкафу-кровати спал Петр I во время своего пребывания в Голландии под видом плотника Алексеева. Эту полезную, с его точки зрения моду, царственный плотник пытался привить и в своем отечестве. К счастью, безуспешно. Кстати, именно голландцы первыми отказались от деления шкафа на ярусы и начали делать цельные двери по всей высоте шкафа. В шкаф приходят народ с аристократических высот благодаря двум изобретениям. Первое – это изобретение в начале XIV века механической пилы. С ее помощью можно было распиливать на доски стволы деревьев любой толщины. До этого умели мастерить только тяжеловесную мебель из толстых брусков. А второе открытие сделал плотник Георг Реннер из старинного немецкого городка ремесленников Аугсбурга. Во второй половине XVI века он изобрел пилу, которая позволяла срезать тонкие слои дерева – фанеру. Это дало возможность изготавливать мебель из дешевых пород дерева, а затем облагораживать ее, обклеивая листами фанеры дорогих пород. Дальнейшее продвижение полченого шкафа в привычную повседневность – легенда – приписывает императору Наполеону Бонапарту. Великому полководцу очень не нравился беспорядок на холостяцких квартирах офицеров Великой Армии. Пенотичный император распорядился. Обмундирование и прочий реквизит содержать в одном месте за ширмой. Так появился вещевой шкаф в упрощенном, походном варианте. По-своему довели до ума шкаф практичные американцы, превратив его в шкаф-купе. Это была настоящая революция в интерьере. Шкаф исчез из обитаемого пространства, растворившись в стене. Произошло это в Калифорнии в середине XX века. А знаменитую стенку изобрел в 1945 году французский дизайнер Поль Кадавис. Это стало поистине революционным решением для современных квартир. Особенно для тесных жилищ послевоенной поры. Можно вспомнить ритуальные стенки советской эпохи с парадной экспозицией, хрусталя и прочих атрибутов убогой роскоши того времени. Исчезающие встроенные шкафы в воображении людей последних десятилетий XX века стали непременным атрибутом человеческого жилища будущего. Минимализм, ничего лишнего. Этот лозунг должны были воплотить в себе именно разнообразные шкафы-купе. Они стали лидерами в деле оптимализации домашнего пространства в среде обитания человека. Гротескный образ такой футурологии повседневности ярко передан в фильме «Пятый элемент», где квартирка-пенал главного героя Брюса Уиллиса исполняет его желания и потребности с помощью различных приспособлений, сокрытых во встроенных шкафах. Но шкаф является человеческому воображению не только в жанре научной фантастики. Почтительную дань многоуважаемому шкафу отдает и ставшее необычайно популярным в конце 20 века фэнтези. В классике фэнтези, хрониках Нарнии и Льюиса, платяной шкаф играет роль шлюзовой камеры при переходе из нашего мира в волшебный мир Нарнии. Похожий трюк присутствует и в культовом «Гарри Поттере», где два шкафа замыкают с собой своеобразный тоннель из параллельного пространства. Называется этот аттракцион «Исчезательный шкаф». Кстати, «Исчезательный шкаф» не просто плод фантазии Джоан Роулинг. Это конкретное историческое изобретение. Его придумал великий английский эстрадный маг 19 века Джон Невилл Маскелай. Именно он пытался превратить колдовство в театральное шоу. Сделал он это с весьма благородной по тем временам целью высмеять и разоблачить лжевые теории медиумов, псевдогипноз и спиритизм. «Нельзя делать трюки, а утверждать, будто здесь замешаны духи», заявлял Маскелайн. Так что в «Гарри Поттере» в полемике с Маскелайном шкаф вновь обретает свою магическую силу. Разоблачительные достижения великого английского иллюзиониста почти что забыты. Но вот парадокс. В историю Маскелайн вошел еще и как изобретатель платного туалета. И за это ему особое спасибо. Но это уже совсем другая обыкновенная история. И, наконец, идея шкафа как «дома в доме» постоянно обыгрывается в быту. Шкаф становится убежищем не только для вещей, но и для людей. Там могут прятаться не одни лишь дети. В шкафах скрываются коварные убийцы и их жертвы. Особой популярностью пользуется шкаф у многих поколений любовников. И не только заурядные персонажи из расхожих анекдотов о ветреных женах прячутся в шкафах. Высокая классика также не брезгует этим сюжетом. В Ирнане Виктор Гюго отправляет в шкаф по сходным причинам монаршую особу – Дона Карлоса, испанского короля Карла I, будущего императора Священной Римской империи Карла V. Таков путь шкафа из прошлого в будущее человечества. И даже в обход исторического времени через пространство человеческой фантазии. Похоже, что титул многоуважаемый приличествует шкафу без всякой иронии. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok